В костюме Адама разгуливал житель Наринмара по улицам лесозавода. Мужчина был настолько пьян, что совершенно потерял чувство стеснения. Шокированные водители, проезжая мимо, сигналили чудаковатому прохожему, но уговорить его покинуть общественное место было не так-то просто. А автор непристойного ролика, который затем появился в интернете на всеобщее обозрение, оказался хорошим приятелем головы мужчины. Репортаж Олега Хатанзейского. Это тот самый дом и подъезд, где было снято видео, которое затем оказалось в ютубе. В главных ролях мужчин, разгуливающий по улице в обнаженном виде. Давай, погнали, Жека. Иди давай. Давай, уходи. Жека пошел, короче, смотрите, подстановить. Жека идет. Давай, давай, иди, иди. Смотрите, Жека у нас идет по поселку. Евгений, так зовут главного героя этого ролика, по улице в обнаженном виде прошел больше километра. И кажется, его не смущали даже прохожие и водители, которые с удивления наблюдали за местным Адамом. Голый мужчина под градусом с шарфом на шее уверенно дефилировал к намеченной цели. А оператор, который снимал это видео, всячески подбадривал своего голого друга. Вот автор ролика просит Евгения покричать на камеру, но мужчина отказывается. За кадром слышен смех молодой девушки. А чуть позже она и ее возлюбленные появляются на видео. Все вместе и отправляются в сторону нового поселка. Смотрите, люди, смотрите, на улице снег лежит. А тут голубой пацан идет, короче. Этот инцидент привел в шок весь Наринмар, ведь такого в городе ни разу не происходило. В интернете непристойный ролик появился 25 апреля. Затем видео оказалось у полицейских правоохранителей. Греческим поступком мужчины сразу заинтересовались. Искать местного Адама долго не пришлось. В мае его задержали. Евгений снова гулял по улицам в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но на этот раз уже одетый мужчина, как выяснилось, к административной ответственности привлекался аж 36 раз. Неоднократно его привлекали к административной ответственности за нарушение общественного порядка, за появление в общественных местах состояния опьянения. Но человек ведет на моральную область жизни. Протрезвев, Евгений уверяет, на видео не он его подставили, а ролик смонтировали у мужчины, мол, много недоброжелателей. Я его сам видел. И неоднократно. И вы там себя не узнаете? Почему? Похож, но это не... Может быть, просто не помните? А что мне не помнить? Я хоть какое, я все помню. Тем более такое, не запомнить, это глупо, по-моему. Однако, сравнив лица, сомнений в том, что на видео Евгении не возникает. Непристойные случаи продолжает отрицать и хозяин квартиры, из которой выходил голый мужчина. Алексей вообще не помнит те события. Мне в голый никто не бегал. То есть такого не помнят? Это точно 100%. А Леша, Леша? 100% да. А Леша, мол, зачем ты? Это там соседи, я не знаю. Леша, зачем ты отказываешься? Не, не, не. Да я, тетя Тань, ты че? Ну, они же от тебя лучше. Да, не, не, не. У меня точно. 100%? 100%. Все 100. 200 даже. А вот соседи утверждают обратное. Инцидент действительно был. Произошел он в будни. Хорошо детей не было в тот день. Они были в школе. А так это, понимаете, голый пошел, они все хохочут. Их было, наверное, 4 или 3 парня. Они все хохотали. Он шел вот так. И пошли они туда дальше. Сейчас главный игрой видеоролика находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители ведут проверку. Чуть позже будут опрошены свидетели, чтобы установить причастность Евгения к аморальному поступку. А горожане тем временем продолжают обсуждать выходку пьяных людей. Конечно, такой поступок аморальный. Я считаю, такое поведение недопустимо, потому что люди, участвующие в таком ролике, они просто позорят наш город. И тем более, что увидеть такое могли и дети, маленькие девочки. Удивляет то, что люди, которые проходили, прохожие водители, которые приезжали мимо на машинах, никак не отреагировали. Второго героя этой истории оператора найти пока не удалось. Скорее всего, безнаказанным он тоже не останется. Олег Танзийский, Роман Делимарский, Андрей Котов, Телеканал Север.